Свою позицию на этот счет уже высказала российская сторона. Глава МИДа Сергей Лавров подчеркнул, что решение Белого дома может свести на нет усилия по мирному урегулированию Палестино-Израильского конфликта. Москва попросила Вашингтон разъяснить принятое решение. Много у нас вопросов и мы привлекли внимание к опасениям, которые высказывали и арабские, и в целом мусульманские страны, Лига арабских государств, организация исламского сотрудничества в отношении того, что это может подорвать и поставить даже крест на переговорах о двух государственных решениях, когда и государство Израиль, и государство Палестина полноценно живут бок о бок друг с другом в безопасности. И это все было отражено в решениях Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, которые могут сейчас подвергаться испытаниям. Это заявление Лаврова прозвучало в Вене, где проходит сессия Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ. Там Лавров провел встречу с госсекретарем США Рексом Тилерсоном. Обсуждали двусторонние отношения. В частности, Лавров указал Тилерсону на недопустимость давления на российские СМИ в США. Кроме того, в центре внимания была ситуация в Сирии, вокруг КНДР, Донбасс. Там же в Вене Сергей Лавров провел встречу с украинским коллегой. Первую за три года. О ней попросил сам Павел Климкин. Говорили за закрытыми дверями, подробностей нет. Зато все сейчас обсуждают итоги переговоров Климкина с министром иностранных дел Венгрии. Вернее, странный комментарий, который оставил после встречи в своем твиттере главный украинский дипломат. Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятный разговор с венгерским коллегой Петером Сиярта. Этнических венгров в Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди оставляют регион. Наша общая с Венгрией задача поддержать и помочь общинам. Не очень понятно, в чем именно увидел позитив Климкин. В том ли, что венгры уезжают из Закарпатья, где они исторически жили, или в самом факте встречи министров. Напомню, с Будапештом у Киева сейчас натянутое отношение. И именно из-за венгерской общины, которой, как и другим национальным меньшинствам, новое украинское законодательство запрещает учиться на родных языках. В Венгрии в ответ заявили, что будут блокировать любые попытки сближения Украины с ЕС.